Благодаря им можно вернуться в прошлое, вспомнить замечательные события, красивые места и любимые лица. Они позволяют нам вернуться в моменты, которые никогда не повторятся. Сегодня во всем мире отмечается День фотографии. Когда был сделан первый селфи и кто из местных фотокудожников получил признание за границей. Смотрите в следующем сюжете. Какая-то загадочность такая получилась. Виктор Куликов, фотограф-любитель, показывает нам свои снимки. Городские улицы в свете фонарей, кружевные деревья, словно морские кораллы. Главные окружные здания. Никакого монтажа нет? Нет, это такая вот весна у нас была в 2013 году. Просто резко быстро начало таять. Я вот как-то на это обратил внимание сразу. И поехал на несколько снимков из того дня, из того вечера. Просто такие вот лужи, так повезло, можно сказать. После этого таких луж, честно говоря, весной больше не вижу. Гуляет фотографии это, да, по интернете? Это да, гуляет в интернете. Останавливать время любитель фотоискусства начал с 2010 года. Тогда купил зеркальный фотоаппарат и стал по интернету учиться технике съемки и экспериментировать. Результат долго не заставил себя ждать. Фотографии стали собирать сотни лайков в социальных сетях. То есть в интернете все равно какой-то есть обратная реакция. Мне, в принципе, этого достаточно. Люди посмотрели, оценили, ну, и как бы хорошо, и посмотрели. Посмотрели и уже оценили Виктора Куликова не только в России, но и за границей. Как-то случайно поехал вечером в аэропорт, вот, заснял, помните, у нас летал самолет АТР-42, вот, заснял. Он такой получился яркий, сочный, вот, выложил фотографию в интернет на, ну, на таком, на одном из известных авиационных фотосайтов, вот. И мне, где-то, наверное, год назад написала одна из канадских фирм, которая занимается, которая изготавливает запчасти для данного типа самолетов, вот, с просьбой, чтобы, ну, использовать мои фотографии в своих целях. Теперь фотографии нашего земляка известная канадская фирма использует для рекламы своей продукции. Все чисто свою, да, символику. Это их название. Снимок – это коврик для мышки. Но не ради славы, признается нам Виктор, в любую погоду он берет фотоаппарат, чтобы сделать очередной снимок. Да, это чисто для себя я делаю. То есть, вот, понравилось. Вот, мне нравится просто ходить фотографируем, идти все. Любите свой край, да? Да, само собой. Иначе бы не получалось бы такие фотографии, наверное, если бы не было любви какой-то. Признаться в любви к малой родине, природе или человеку с помощью фотографии стало возможно благодаря гениальному изобретению талантливого химика-изобретателя. Луи Жака Манде Дагера. Именно ему 19 августа 1839 года удалось получить изображение и зафиксировать его на медной пластине, покрытой серебром. Тогда первые снимки произвели настоящий фурор. Вот, например, самая первая фотография полной луны, снятая через телескоп в 1840 году. В том же году была сделана и первая в мире свадебная фотография. А вот первый селфи в России сделала великая княжна Анастасия, младшая дочь царя Николая II в 1914 году на камеру Кодек Браунин. В записке отцу от 28 октября, которую Анастасия приложила к снимку, она написала, «Я сделала это фото, смотря на себя в зеркало. Это было непросто, так как мои руки дрожали». Пройдет еще 22 года, и в 1861 году Джеймс Максвелл сумеет воспроизвести цветное фото, а изобретение в 1981 году компании Sony цифровой камеры позволит делать цифровые фотографии и отказаться от традиционной фотопленки. Сегодня в мире цифровых технологий каждый без труда может сделать фотографию, которая потом заставит нас улыбнуться, взгрустнуть или затаить дыхание.